я выбрался в город для того чтобы попробовать на практике показать вам принцип формирования художественного образа будем считать что прошлый урок это была теория сейчас будет практика вот как видите петербург засыпалась снегом и найти какой-нибудь объект для съемки довольно сложно я прошел весь таврический парк но что привлекло мое внимание это вот эти вот цветные кусты крыжовника которые сейчас находятся передо мной конкретно я подумал что я поработаю с цветными ягодами которые на кустах созрели и покраснели вот я попробую их выбрать в качестве объекта и поснимать сначала так чтобы осталось вокруг них свободное пространство а потом попробовать совместить их с чем-то что находится вокруг них выбрать какой-то осмысленный кадр вообще выбрать объект для съемки это не самая простая задача особенно зимой когда все засыпано снегом все красоты поэтому отнеситесь к этому серьезно на что нужно обратить внимание вам нужно найти объект который привлечет ваше внимание именно как объект наполненный неким содержанием то есть вот нечто что вызывает у вас любопытство как такой небольшой герой я почему остановился на ягодах крыжовника но это же такой символ осени который под снегом вот нечто такое символичное для меня поэтому я решил остановиться на нем как вот на таком тестовом объекте для съемки вот просто чтобы не быть голословным какие еще объекты я мог бы рассмотреть в качестве предметов для съемки например повторяющиеся структуры моста то есть саму решетку можно избрать как объект но я не знаю по крайней мере можно рассмотреть такой вариант с человеком сложнее потому что нужно чтобы человек долгое время стоял на месте вокруг него плясали поэтому людей мы не рассматриваем вот у меня есть памятник здесь сзади памятник юным героем обороны города ленинграда но я не стал его снимать в качестве объекта просто из соображений корректности того чтобы не использовать памятник в качестве тренировки фотографий хотя вот гули сидящие сверху и дерево сзади мне конечно интересно поэтому объект нужно искать он не находится с первой секунды нужно тратить на это время и обдумывать это не хвататься за первую урну или первый пенек а все-таки пытаться приложить к этому труд да к слову выбрал я объектив 55 миллиметров не случайно потому что выбирая между более коротким и более длинным фокусным расстоянием я отдал предпочтение более длинному так как в кадр помещается меньше деталей то есть широкоугольный объектив захватывает много хлама с разных сторон а длинное фокусное расстояние позволяет более избирательно размещать детали в кадре значит что я сейчас буду делать у меня большие кусты на них много ягод и я так полагаю что я буду выбирать какие-то фрагменты ближе к верхней части куста вот например какие-то ягоды здесь для того чтобы я потом мог совмещать на заднем плане плане с ними какие-то другие объекты то есть если я выберу ягоды внизу которые кстати очень красивые тогда мне трудно будет в кадр внести что-то дополнительное первая задача которую я пытаюсь добиться это создать вокруг объекта пустое пространство которое потом смогу заполнить но вот сейчас вокруг конкретно вот этой грозди ягод даже когда у меня задний план с противоположным берегом озера начинает входить в кадр все равно сохраняется вот здесь пустое пространство здесь то есть никаких других иных объектов помимо этих ягод в кадр не попадает то есть даже вот эти ягодки не мешают так как они являются их повторений на заднем плане ничего не мешает то сейчас я выделил этот объект исключив все другие объекты из кадра у нас ничего в кадр не лезет будем считать что это тот кадр который для меня является пустым пространством который я сейчас буду заполнять другими элементами первое с чем я попробую эти ягоды совместить это дом который находится на заднем плане вот он сейчас находится в размытии мне нужно закрыть диафрагму для того чтобы этот дом проявился вот я закрываю диафрагму до значения h22 и благодаря тому что у меня диафрагма закрыта у меня предметы на заднем плане и на переднем плане становится практически единой по резкости ну по крайней мере мы видим то что расположено сзади достаточно резко вот в таком ключе я могу поискать какое-то соотношение между ягодами крыжовника и архитектурным ансамблем на заднем плане теперь я попробую совместить ягоды с решеткой моста который есть на заднем плане у меня будет какие-то люди пусть это будет второй сюжет ну и последняя проба которую я хочу сделать я хочу как-то попробовать поискать возможность и совместить совместить вот эти вот ягоды с ветрями дерева на заднем плане поискать какую-то общую в этом смысле композицию полные ботинки снега но вот с одного места из этих вот кустов бегая вокруг ягод мы собрали три совершенно разных кадра которые и демонстрируют то что совмещая в кадре разные элементы мы добиваемся разных сюжетных историй рассмотрим момент когда первые выбранный нами элемент наш герой находится в кадре 1 вроде бы даже можно назвать эту фотографию яркой симпатичная но она плоская она не интересная потому что ни с чем не перекликается эта замечательная гроздь шиповника и если мы хотели сделать кадр интересным именно в таком положении то нам нужно было бы делать его возможно чуть крупнее и чтобы в кадре появлялись уже шипы и листья то есть чтобы многогранность элементов складывалась из большей глубины подробности самого нашего героя но так как мною выбран чуть более общий план еще и оставлено свободное пространство вокруг этой грозди то получается что она одиноко в своем сюжете ни с чем не перекликается и ни с чем не завязывается история значит нужно добавлять сюда еще элементов ну и конечно же огромная разница возникает когда в кадре появляется дополнительный элемент в виде архитектурного строения на заднем плане сразу же есть ощущение того что нам понятно и место где это происходит и сразу же снежный покров лучше выделяется понятно что это зима и что остальные деревья также не имеют листвы в зимний период то есть история между домом и гроздью шиповника вдруг начинает завязываться в какой-то старый парк где все это происходит пусть маленькая но возникает история кстати только сейчас я заметил в левом нижнем углу снег на листве который в данном случае стал у нас неожиданно третьим элементом и первым планом между прочим потому что за счет этого снега также возникает определенная и сюжетная и композиционная глубина вот такая приятная неожиданность этот кадр конечно значительно менее интересный по композиции я бы сказал не интересный вообще но в данном случае в случае данного упражнения это не столь важно здесь задача не сделать из каждого кадра шедевр а задача потренировать руку совмещая в кадре разные элементы шиповник и здания на дальнем плане шиповник и конструкции моста поэтому в каких-то кадрах может получаться лучше в каких-то хуже главное просто понять принцип того что вы как создатель кадра намеренно совмещаете в нем некие разные элементы пытаясь сформировать из них историю хотя история конечно не всегда будет получаться но смотрите а здесь получилось вообще интересное сочетание и игра происходит между голыми ветвями дерева и волосатыми ветвями шиповника если можно так сказать то есть одни облысели а другие остались красивыми не знаю возможно у вас складывается другая история но когда в кадр попадают различные элементы между ними сами собой завязываются какие-то взаимоотношения как правило и в данном случае между голыми ветвями и не потерявшими листву ветвями шиповника завязывается история которую каждый из вас прочтет по-своему я думаю что каждый человек может попробовать выполнить упражнения самостоятельно это не так сложно это формирует очень полезный навык для начинающего фотографа в рамках которого вы должны понять что объект в вашем кадре всегда не одинок хотите вы этого не хотите вы этого но те детали которые попадают в кадр дополнительно формируют с этим объектом с главным объектом некие сюжетные связи пробуйте дерзайте я уверен что вы очень быстро правильно навык обретете кстати если у кого-то из вас возникнет желание получить комментарии к вашим фотографиям по этому заданию лично от меня такая возможность существует правда она платная все подробности можно узнать в моей группе фото уроки Ивана Диненко ВКонтакте а и Субтитры подогнал «Симон»!